Прямой эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия в студионах Пашева. Здравствуйте! И прямо сейчас коротко о главных событиях дня. Недоволен защитой, экс-депутат Минусинского горсовета, обвиняемый в избиении подростка, просит суд отложить заседание. Восстановить нельзя, возведут новое. В селе Джерим в ходе рабочей поездки главы Хакасии решено взамен старой построить новую амбулаторию. Инициатива не наказуема. В Аскисском районе на форуме Этнова-2013 молодежь со всей Сибири защищает свои проекты в области культуры, туризма, экологии и науки. Буквально только что стало известно, в Черногорске в одном из домов обнаружены три тела, в том числе малолетний ребенок, с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте работают следователи. Все подробности смотрите завтра в нашем выпуске в 11 часов 30 минут. К другим темам. Вопрос безопасности на воде сегодня приоритетный в организации и предоставлении туристических услуг на озерах Хакасии. Традиционный наплыв отдыхающих и рост числа техники на водоемах буквально вынудил республиканские власти ограничить пользование маломерными судами. Постановление вышло в мае и распространяется на срок до 15 сентября. Накануне глава республики лично оценил результаты нововведения, побывав на озере Белё. Специалисты уверены, ограничение пойдет на пользу не только отдыхающим, но и самому водному объекту. Озеро защитят от негативного воздействия моторных плавсредств. Временный отряд дежурит на Ширинских озерах все лето. Инспекторы курируют пляжи, работу предпринимателей дежурят на дискотеках. Сегодня на водоемах гораздо спокойнее, чем в прошлые годы. Тогда лодки и гидроциклы подходили близко к берегу. Были зафиксированы и несчастные случаи. Именно поэтому Виктор Зимин выступил с предложением ограничить доступ плавсредств на озерах Акасии. Как сейчас с водным транспортом здесь? Ну, минимальным. То есть, водительство было, да? Да. Я сейчас разговаривал с Гимсом, с полицией, с им протоколом, в лице Старе. В основном, говорит, нарушители гость. Гость. Наша, говорит, видна информация дошла по республике. Как правило, с из местных практически уже нет. Да, смотрите, раз. Озера стали не единственным пунктом назначения в рабочей поездке главы Акасии. В селе Джирим Виктор Зимин пообещал построить новую амбулаторию. Мера эта вынужденная. После встречи с медиками и осмотра лечебного учреждения стало очевидно. Здание ремонту не подлежит. Построенные больше 30 лет назад стены помещения в огромных трещинах. Ветхая кровля. Второй этаж корпуса из-за своего аварийного состояния в последние годы и вовсе закрыт. Не то, чтобы лечиться, находиться в этом помещении опасно. Сегодня в амбулатории оказывают только экстренную помощь. Глава района заверил капитали, здания собирались, даже составили смету. Но сумма 24 миллиона рублей для муниципального бюджета неподъемная. Виктор Зимин потребовал сделать заключение экспертизы. Скорее всего, для Акасии будет выгоднее построить новую амбулаторию, чем восстанавливать почти развалившееся старое здание. Глава республики заверил, строительство медучреждения в Джириме внесут в план на 2016 год. Сегодня в Минусинске состоялось очередное заседание мирового суда по делу Дмитрия Попкова. Напомним, депутат городского совета обвиняется в том, что ударил подростка на дне города в прошлом году. Расследования и судебные заседания длятся год и месяц, но стороны до сих пор не пришли к соглашению. Репортаж Елены Крыловой. Дело подростка против депутата тянется уже больше года. Сегодняшнее заседание по счету 19-е. Слушание не раз откладывалось и каждый раз по инициативе обвиняемого. Обвиняемого. Впрочем, и сегодня депутат Дмитрий Попков пришел в зал суда с ходатайством перенести заседание. Что вы желаете? Я желаю еще время. Позиция у нас была одна. Пусть это будет месяца два. Мне достаточно будет двух недель. Депутат Дмитрий Попков недоволен защитой, предоставленной судом. На прошлом заседании ему представили нового адвоката. Сегодня он видит его второй раз. По словам обвиняемого, он просто не смог его найти, чтобы защитник ознакомился с делом. Это ходатайство суд отклонил, добавив еще одну претензию от депутата в свой адрес. Ни один свидетель не видел никакого удара. Такого свидетеля в принципе нет. Вы понимаете, в уголовном деле нет места преступления. Его нет. Есть место, стадион, строитель. Но почему не город Минусинск? Я вам скажу больше, есть амбулаторную карту, которую они подделали. Они же принесли амбулаторную карту. Мы указали суду подделанные даты. Более того, оказывается, Тяжельников обращался 18 января 2014 года. Мы увидели ровно на час. Они понимают, это сторона, и судья понимает, ну что это тоже, для нас это козы. И все, мы ее не видим больше. 12 июня 2012 года праздник проходил под усиленным контролем полиции. Однако инцидент с депутатом и подростком зарегистрирован не был. Это сегодня на суде подтвердил главный полицейский. Это же самое ранее печатала одна из городских газет. Здесь же свидетельство медиков. Тяжельников к ним не обращался. В этой же статье в сентябре подросток менял свои показания, и только после этого дело удалось передать в суд. И главное, 2,5 миллиона рублей. Сумма, которую просят Тяжельникович, чтобы закрыть вопрос. В газете вся информация от Дмитрия Попкова. Впрочем, сегодня ее уже читают следователи. Обвиняемая сторона, я насколько уже поняла за этот год, применяют все возможные методы воздействия и обливания грязью, и затягивания процесса. Поэтому в данный момент дело по этой газете находится в следственном комитете и идет разбирательство. Интересы подростка в суде, помимо адвокатов, представляет мама. По ее словам, рассматривать дело – это не ее идея. Инициатором был сам Семен. Сегодня ни к каким конкретным выводам суд не пришел. Процесс не может двигаться дальше, пока не будут допрошены все свидетели. А некоторые из них в зал суда не являются. К слову, все они со стороны ответчика. Добавим, что срок давности дела истекает 12 декабря этого года. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Буквально час назад избирательная комиссия Хакасии повторно отказалась заверять списки кандидатов в депутаты двух партий. Напомним, 9 июля избирательная комиссия республики уже отказывала этим партиям в заверении списков. Однако их региональные представители обратились в ЦИК России с просьбой обжаловать решение республиканского избиркома. Докануне рабочая группа вновь рассмотрела документы и, проголосовав единогласно, свое решение не поменяла. Так, результаты подтвердились. Документы поданы с нарушениями. Многие из кандидатов не отчитались о своих доходах, а полный пакет документов, к примеру, в российской партии садоводов подали лишь 15 человек из 68. Донести же необходимые бумаги сейчас уже не выйдет. Законодательство на стадии заверения не предусматривает, да даже на стадии регистрации не предусматривает дополнительного до внесения документов. Законодательство предусматривает замену документов, ранее представленных и выполненных с нарушением. Учитывая, что этих документов вообще не было, то, соответственно, ничего нового донести нельзя. Поэтому партиям было отказано. Каждый дождь для жителей дома по улице Красноярской, 91, в Черногорске становится настоящим испытанием. Огромные лужи на асфальте перед домом и практически непроходимый участок улицы за зданием создают жильцам множество проблем. Два года они обращаются к муниципальным властям за помощью, но результата пока нет. Пятиэтажка по улице Красноярской, 91, находится далеко от центра, но жители этого дома хотят жить в настоящих городских условиях, чтобы возле многоэтажки были нормальные подъездные пути. Ведь участок улицы Красноярской от проспекта Космонавтов до пятой школы трудно назвать дорогой. Это обычная грунтовка со сплошными выбоинами, по которым рискуют проезжать только внедорожники. Со стороны двора к дому подъезжать можно, но зато очень трудно подойти, особенно к последнему подъезду. После сильных дождей на асфальте огромные лужи. Как прошел дождь, так мы идем с мусорным ведром или в магазин, до третьего подъезда мы выходим и идем через весь двор с мусором. Потому что по колено воды здесь. Вот были дожди, когда большие, вот отсюда, досюда, а все было залито, тут вообще озеро стояло. Дети в резиновых сапогах выскакивали, прыгали по воде, но им интересно это. Весной прошлого года жильцы обратились в городскую администрацию с просьбой отремонтировать им дороги. В июле 2012-го получили официальный ответ, что эти работы в план не попали, но включены в программу ремонта 2013-го года. Жильцы ждали, но напрасно, работы так и не начались. Власти отвечают, что нашлись более важные дороги, которые необходимо было ремонтировать. Мы готовы были исполнить текущий ремонт этой дороги. Проще говоря, грядировка и подсыпка уже в 2013-м году. Но, к сожалению, эти планы при наполняемости бюджета в 2013-м году исполнить просто невозможно. Придется отложить решение этого вопроса на 2014-й год. Надеемся, что в будущем году финансовая ситуация будет гораздо лучше. Жильцам остается ждать выполнения обещаний чиновников еще целый год, а пока запасаться резиновыми сапогами, чтобы ходить по лужам вброд. Наталья Гармашова, Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Накануне ночью полицейские республики искали пропавшего мальчика. В дежурную часть села Баграт обратилась женщина, которая заявила, что у нее пропал 9-летний сын. На поиск ребенка был поднят весь личный состав ГИБДД, уголовного розыска, по делам несовершеннолетних, участковый и кинолог со служебной собакой. По информации родителей, из дома мальчик ушел в 3 часа дня. Ближе к вечеру они собственными силами пытались его разыскать. Не найдя, обратились в полицию. Всю ночь силовики, вооружившись фонариками, прочесывали окрестности села. И только к утру ребенка нашли. Как выяснилось, заигравшись во дворе допоздна, он побоялся, что родители будут ругать его, и решил переночевать на улице. Среди ночи мальчик увидел, что его ищут сотрудники полиции. Решил, что теперь дома его отругают еще больше. И спрятался в кустах Черемухи на берегу реки. Именно там спящим его и обнаружили утром. Неудачную попытку суицида пытался совершить житель Сорска. Самоубийцу остановил судебный пристав. Находясь на дежурстве, он совершал обход территории возле здания районного суда. Увидел, что по краю крыши пятиэтажного жилого дома, расположенного напротив, ходит мужчина. Выяснилось, он пытался свести счеты с жизнью из-за ссоры с женой. Вызвав полицию до приезда наряда, пристав вел переговоры с мужчиной, убеждая спуститься вниз. С крыши его сняли подоспевшие сотрудники полиции. А в Черногорске сегодня ночью по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Сообщение о том, что на улице космонавтов людям требуется помощь, поступило около трех часов утра. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину в бессознательном состоянии и раненую девушку. Она рассказала, со знакомым распивала спиртное на лавочке в сквере. К ней подошел неизвестный, без лишних слов достал нож, нанес им ранение и скрылся. Девушка смогла описать нападавшего. Его спустя пару часов задержал экипаж вне ведомственной охраны. Пострадавший парень от полученных ранений скончался в больнице, девушка госпитализирована. В Аскейском районе продолжает свою работу третий межрегиональный молодежный форум «Этнова-2013». Инициативные люди со всей Сибири съезжаются в Хакасию, чтобы поделиться своими проектами в области культуры, туризма, экологии и науки. Молодежный форум «Этнова» никогда не проводят на урбанизированных территориях. Организаторы решили, что говорить о проблемах экологии, развитии туризма, сохранности культурного наследия правильнее на природе. В этом году место сбора – палаточный лагерь возле озера Баланкуль. В распоряжении участников пять образовательных площадок. Здесь попробовать свои силы могут молодые ученые, предприниматели, экологи, культурные работники. Курируют работу московские специалисты и их местные коллеги. Одна из обсуждаемых тем – развитие библиотечного дела. В современном потоке не всегда нужной информации библиотека может взять на себя функции проводника. Есть такое мнение, что всё есть в интернете. Но мы понимаем, что интернет – это большая стенка, где написаны разные вещи. И к ним по-разному можно относиться. Надо верифицировать их, надо понимать, как с этой информацией обращаться, где принимать на веру, где проверять. Я думаю, что как раз этим навыкам никто в современном мире не обучает. И библиотекари на себя эту роль могут как раз-таки взять. Больше всего участников собрала площадка «Социопроектная мастерская». Здесь молодёжь учат разрабатывать, продвигать и воплощать в жизнь свои социальные проекты. Другими словами, учат делать мир лучше. Иногда проекты звучат довольно утопично, но молодым верить в сказку – простительно. Проект основан в том, что весь мир – это одна большая семья. Соответственно, нельзя делить наши страны на какие-то отдельные государства. И всех людей разных национальностей. Мы все одна большая семья, поэтому проект нацелен в первую очередь на соединение данных государств в одно большое мегагосударство какое-то. Межрегиональный форум «Этнова-2013» закончит свою работу 31 июля. 1 августа гости разъедутся, чтобы через год снова собраться вместе. Примерно в то же время, но место обязательно будет новым. Визит-центр на заповедной земле в районе озера Иткуль открылся сегодня. В этом месте все желающие смогут узнать о жизни заболоченных территорий и напрямую взаимодействовать с дикой природой. Именно Веттландом, водно-болотным угодем, и будет посвящена работа центра. Его открытие стало возможным благодаря программе Министерства природы и экологии России. Цель – развить познавательный туризм в заповедниках и национальных парках страны. Сделать посещение охраняемых земель более цивилизованным. В новом помещении предусмотрена учебная зона для проведения семинаров, а также смотровая площадка для посетителей. На территории вокруг центра проложено несколько экскурсионных маршрутов, оборудованных указателями, плакатами и местами для отдыха. Посетители смогут узнать о биоразнообразии озер Иткуль, Улуколь, Белё, познакомиться с картой миграции птиц в восточном полушарии и самостоятельно проследить путь перелетов 16 видов птиц. Сегодня в Абакан вернулся бронзовый призер чемпионата мира по лёгкой атлетике среди инвалидов Вадим Трунов. В аэропорту его встречали как настоящего героя – родственники, друзья, тренеры, болельщики. Вместе с ними спортсмена встречала и наша съёмочная группа. Вадим Трунов прилетел в Абакан на рейсовом самолёте. Борт задержался почти на час, но это не умерило пыла болельщиков. Возле трапа бронзового призера чемпионата мира встречала делегация Министерства спорта, представители администрации Черногорска. Но самая большая группа поддержки ожидала Вадима Трунова у выхода из аэропорта. Вадим – чемпион! Вадим – чемпион! Тут же герой дня дал первое интервью после успешного выступления на чемпионате. Первые все родственники узнали. Сам тренер Михаил Дмитриевич, кто смотрел трансляцию, в принципе, сразу начали поздравлять. Общение с Вадимом продолжилось на пресс-конференции. Он рассказал, что в Лионе на чемпионате мира он выступал на трех дистанциях. И каждый раз его результаты становились все лучше. Помогали заочные консультации тренера в онлайне. Я наблюдал, смотрел. А потом буквально минут через 30 Вадим у нас выходил со мной на связь. И мы по полочкам все разбирали. Ошибки, какие-то изменения вносили. В дальнейших на следующий старт разбирали. В финале 200-метровки Вадим стал восьмым, что неплохо для дебюта. На 100-метровке показал лучшее свое время. Стал шестым и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Эстафета 4 по 100 завершала программу. К эстафете уже подходили, как сказать, более серьезней. Общая беда как бы всех объединила. То есть в эстафете бежали все четверо, у кого не было медали еще. Очень сильно хотелось каждому. В итоге четверка россиян заняла третье место. В Минспорте пообещали, что Вадим Трунов вдобавок к медали получит и материальные стимулы. В частности, ему повысят ежемесячную стипендию от правительства Хакасии с 20 до 30 тысяч рублей в месяц. В ближайшие недели спортсмен планирует отдохнуть в лагере Баланкуль, а затем снова тренировки. Ведь Вадим мечтает выступить на Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Хакасия готовится к масштабному празднику. Он состоится в ближайшую субботу на ипподроме. С самого утра будет работать сельскохозяйственная ярмарка, а в полдень стартует финал конно-спортивных соревнований районов Хакасии. За победу поборются команды из муниципалитетов, которые победили в территориальных состязаниях. Болельщики посмотрят скачки лошадей верховых пород, заезды орловских рысаков, тяжеловозов. Также в программе праздника «Конкурт». Победители определятся в командном зачете. Кроме того, будут названы лучшие жакеи. Кони-владельцы, чьи лошади займут первые места, получат денежные премии. Гости праздника смогут также прокатиться на лошадях и оценить блюда хакасской кухни. Вход на ипподром свободный. К этому часу у меня все новости. Увидимся завтра.